С огромнейшим интересом просматриваю видео, в которых лысые либо лысеющие мужчины делятся своим богатейшим опытом в борьбе за здоровье волос и в борьбе с облысением. Вы знаете, за последние 50 лет я не замечен был в рядах лысых либо лысеющих мужчин. Я не прикладываю титанические усилия, чтобы сохранить волосы на голове. Я просто знаю, как правильно питать организм, а заодно и волосы, чтобы они подольше жили. Предлагаю поделиться своим опытом с вами. Конечно же, вариантов облысения много, но все они сводятся практически к двум вещам. Если вы знаете, что такое правильное питание, и ваш организм, в том числе и волосы, его получают, всем становится хорошо. Если вы одновременно можете себе обеспечить, своему организму, своим волосам в том числе, очищение, все прекрасно, ваши волосы будут оставаться на голове. Они будут с вами, потому что им в этом организме очень хорошо. И вы знаете, конечно, многие говорят, а ладно, уже махнули рукой, буду дольше умываться. Вы знаете, умываться это прекрасно, но значительно лучше расчесываться. Потому что, когда вы расчесываетесь, хотите вы того или нет, а вы проводите массаж волосистой части головы. И что это вам дает? Кровообращение в коже головы и в полости черепа, они взаимосвязаны. И когда вы просто массируете, фактически проводите по волосам рукой или расческой, вы автоматически улучшаете мозговое кровообращение. Возможно, это помогло мне написать то количество книг, статей, видео, которые я сегодня имею. Я опубликовал уже более 45 книг и брошюр. Причем более 35 без соавторов. У меня более 400 видео в интернете, у меня более 1000 статей в газетах и журналах различных, не говоря уже об интернете. И я готов поделиться этим опытом с вами. Итак, когда нарушается правильное питание и очищение вашего организма, волосам становится плохо, они живут меньше. Обычный волос живет от 3 до 8 лет. В негативных условиях он живет меньше и чаще выпадает. Как же определить, что нарушено в вашем организме в большей степени? Что вам больше нужно? Питание или очищение? Вы знаете, для этого нам нужны индикаторы в семье. Это мужчина. И тип облысения показывает, что он в большей степени должен подтянуть. Для этого нужно просто знать хорошо восточную медицину. Так вот, когда нарушается питание в организме, облысение начинается в такой укромной зоне, на макушке. Вот здесь теряются волосы. Это зона, когда тут преимущественное облысение. Вы должны понимать, что питание вы производите, даете своему организму, не совсем хорошее. Не самое лучшее. А вот когда облысение начинается вот здесь, то есть залысение начинается и пошло спереди облысение. Вот тут нарушено очищение. И вот здесь нужно больше усилий прилагать для очищения организма. Вы знаете, то питание, которое рекомендую людям я, оно одновременно решает эти две задачи. И очищение, и питание одновременно. Причем я не просто так назвал очищение в начале. Когда вы кушаете, у вас на пищу идут пищеварительные соки, и вы уже провели очищение своей крови. Важно, чтобы пища была правильная, чтобы она могла эти токсины вынести, а полезные вещества вы успели из этой пищи взять в организм. Тогда все отлично. Тогда не тот, не тот вид облысения вас интересовать не будет. И волосы, если облысение есть, постепенно начнут восстанавливаться на вашей голове. Ну, единственное условие тут, увы, вы знаете, я реалист. Конечно, если на голове есть пушок, у вас есть шансы восстановить волосяный покров. Если у вас голова как ладошка, ну, думаю, что если там нет волос, то вы немножко опоздали посмотреть это видео. Когда усиливается облысение, ну, есть несколько стандартных ситуаций, которые люди могут попадать и вот нарушать оба процесса или один из них в организме. Ну, самая распространенная ситуация – стресс. Да, стресс эмоциональный приводит к тому, что в это время блокируется работа основных фильтров печени и почек. И у мужчины появляется вот здесь вероятность зацепить облысение. Ну, в состоянии стресса кровь уходит из пищеварительной системы, то есть там пищеварение полноценно не проходит. Поэтому в состоянии стресса мужчина может начать лысеть и с макушки. Поэтому стрессы нужно просто понимать. Да, стрессовые ситуации есть. Нужно понимать, что вы должны делать, чтобы выйти из этой стрессовой ситуации. Как выйти с волосами, а не без. Вторая, на мой взгляд, частая по частоте причина – это диета. Мода на диеты, вы знаете, она, конечно, я так понимаю, что бессмертна. Люди будут заходить в интернет, будут читать газеты, будут выискивать для себя волшебные диеты, применять их на себе. Ну, конечно, если вы владеете знаниями по правильному питанию, вы можете подобрать себе правильную диету. Если нет, ну, чаще всего люди рискуют. Потому что диеты, чаще всего, они не изобильные, они как раз, наоборот, ограничительные. И когда вы ограничиваете какую-то часть продуктов питания, астрономический мусор, тогда да, руками и ногами за. Но если вы просто ограничиваете белки, жиры или углеводы на входе в ваш организм, то вы автоматически ограничиваете их и для кожи, и для волос. И имеет право в таких условиях и кожа стать немножко другой, и волосы измениться, и чаще выпадать. Что еще в диетах часто ограничивают? Ограничивают воду. Вот когда малое количество воды попадает в организм, вода это одна из систем очищения. Но переваривание пищи, по-другому называется гидролиз, то есть расщепление пищи с присоединением воды, тоже участвует вода. Поэтому ограничения воды неразумные приводят к тому, что нарушается и питание, и очищение вашего организма. Как лучше использовать воду? Вы можете найти видео на моем канале, не вопрос. Более 400, там есть несколько видео, которые конкретно рассказывают, что такое вода и как правильно ее водить с водами. Где еще идет нарушение? Многие переедают белки. Особенно плохо, когда белки идут во второй полум дня. То есть если вы съедаете кусок мяса, рыбы или птицы, в первую полум дня они имеют вероятность наибольшую перевариться полноценно. А вы если еще в вторую полум дня попиваете какую-то водичку, то вы эти белковые токсины не вводите. Если же вы вводите мясо, рыбу перед сном, за несколько часов хотя бы, они не имеют шансов полноценно перевариться. Они будут гнить, продукты гниения попадают в кровь, нарушают работу печени, почек. Два фильтра уже попали в сложную ситуацию. А так как вы ночью не будете вставать, чтобы пить воду, чтобы выводить, естественно интоксикация увеличится. И вероятность того, что облысение появится, тут облысение чаще всего спереди пойдет, она есть. Поэтому коррекцию питания проводить безусловно нужно. Когда еще происходит усиление выпадения волос? Ну это гормональные нарушения. Да, стресс это тоже, кстати, гормональные нарушения, жесткое. Есть более такие стабильные гормональные нарушения, когда мужчины либо женщины не знают, как правильно питать свой организм в соответствии с тем полом, который они имеют. Поэтому мужчины, вот на таком фоне у них получается простатит появляется, есть вероятность аденома приобрести впоследствии. Это, к сожалению, частое явление, тем более, что многие мужчины жалуются, желтые палки, я вел честный образ жизни, я не грешил, половых инфекций не было, а простатит есть. Да, есть, да, будет, потому что простата тоже такой же орган, как и все остальные. Ей тоже очень важно получать полноценное питание и очень важно, чтобы моча, как экскрет с токсинами, которые выходят из вашего организма, она была неконцентрированной. Чтобы там не шли в концентрированном виде те токсины, которые в организм попали или образовались. Если идет концентрат, автоматически он раздражает простату и появляется хронический простатит. У женщин очень частый такой индикатор того, что волосы будут не самыми лучшими, это мастерпатия, это ПМС. То есть это заболевания, которые показывают наличие гормональных изменений в организме, следствием которых, вернее, которые развились на фоне неправильного питания. Мастерпатия в большей степени это нарушенное очищение крови, потому что молочная железа, она фактически дублер почки по очищению крови. Единственное, что работает только перед кормлением грудью. И только тогда она может очиститься и женщина может избавиться от мастерпатии. А в другое время молочная железа работает просто как покопитель. Если вы не знаете, как улучшить работу своих почек, потому что там в почках, как правило, есть какой-то солевой диатез, как минимум, то есть песочек лежит, то мастерпатия будет. Что такое ПМС? Это скорее иная ситуация, это скорее эквивалент нарушения правильного питания. Потому что, когда перед месячными, две недели, после овуляции, до месячных, женские половые гормоны отправляют питательные вещества в большей степени в сторону матки. Потому что после овуляции там, вероятно, развитие беременности. Если же кровь женщины пустая, то женщина не вела правильное питание, она питалась хаотично, полезные вещества ушли в сторону матки. Гипоталамус, женщина оценивает, в крови нет питательных веществ. Что он делает? Он дает команду нервно-эндокринной системе регуляции найти. Где их найти? А в организме их найти сложно, потому что нужно забрать у ребенка. Не происходит так. Значит, изменяется у женщины активность, эмоциональная, физическая. Изменяется пищевое поведение, она начинает хвататься за разные продукты питания. А всего-то нужно было ей обеспечить просто правильное питание до этого. Чтобы не попадать в такой экстрем. Потому что, вы знаете, женский ПМС, он очень заразный. Он имеет тенденцию от женщины переходить на работу, появляется ПМС на работе. Переходить в семью, ПМС в семье. Мужчина, попав в такой ПМС, убегает на охоту, на рыбалку. Ребенок уходит в интернет. И бессмысленно их возвращать в семью, пока вы не наладите женщине правильное питание. И не только перед месячными, но и другие фазы менструального цикла. Вот тогда все будет хорошо. И женский ПМС не будет так сильно тревожить ни женщину, ни ее окружение. Когда еще нарушается питание и с напряжением работают выделительные органы? Это когда в организме есть очаг хронической инфекции. Или очаг хронической интоксикации. Что в принципе одно и то же. Потому что инфекция живет, производит токсины. А собственно токсины. Перегружают выделительную способность печени и почек. И возникает проблема. А очень плохо, когда очаг инфекции локализован в кишечнике. То есть когда там есть вздутие, урчание. Какие-то газы идут. Периодически даже. Это говорит о том, что там есть какой-то дисбактериоз. Очень часто он маскируется под хронические какие-то воспалительные процессы. Астриты, энтериты, энтероколиты. Часто нарушается стул. То есть склонность запора, ток по носу. То есть вот эти все ситуации показывают, что микрофлора в кишечнике неустойчива. Что вы не знаете, как обеспечить правильное питание. Сапрофитный или полезный микрофлори. Чтобы подавить активность патогена. И эта ситуация обязательно отражается на состоянии всего организма. И если волосы оказались не самыми крепкими, то они тоже показывают в крови плохо. Организм не обеспечен правильным питанием. Не обеспечен своевременным очищением. Поэтому если у вас есть дисбактерии у кишечника. Или очень часто под ним маскируются легко и просто паразиты. Потому что проявления-то одни и те же. Что бактерии съели часть пищи, вызвали газообразование. Что паразиты сделали то же самое. Что бактерии выделили в ответ токсические вещества в крови. Что паразиты выделяли. Они отличаются только размерами, а суть одна и та же. Они поедают часть вашей пищи. И невозможно в этих условиях обеспечить правильное питание. А на этой пище вырабатывают токсины. Они перегружают выделительную систему. Невозможно обеспечить полноценное очищение крови и организма в целом. Поэтому если вы периодически не удаляете паразитов. Если вы не знаете как правильным питанием угомонить микрофлору кишечника. Контакты вы видите. Вы легко можете обратиться. Почему это важно? Причина очень серьезная. Внешне казалось бы просто косметический дефект. Мужчина попробовал год-другой, третий, пятый, десятый бросил. Как правило использует местные средства. Не лечат организм. Не обеспечивают то что я вам рассказывал. Используют какие-то косметические средства. Какие-то мази, какие-то там обтирания, полоскания. Это все здорово. Но для вот той части волос, которая уже стоит на голове. А волос питается. Не оттуда. Волос питается. От луковицы. Волос питается той кровью, которая подошла к коже. Вы понимаете, когда есть облысение. В принципе и мозгу это тяжеловато. Потому что он находится параллельно. Он-то находится рядышком. Он получает точно такую же кровь. Если у вас на фоне облысения развивается головная боль. То догадайтесь с одной попытки. Почему у вас болит голова? Ну наверное потому, что не может она получить свое питание. Или получила слишком много токсина. Отчего и развились вот эти все ситуации. Кстати, вот те самые мигренозные приступы. Головные боли у женщин. Очень часто завязаны на грязной крови. Когда грязная кровь попадает в полос черепа. Она неизменно вызывает там воспалительный процесс. А один из пяти признаков воспаления это боль. И глушить головную боль обезболивающими средствами можно конечно. Но это неправильно. Потому что все обезболивающие это тоже химия. Которая легла туда, да, она убила боль. Она уменьшила болевые ощущения. Но насколько хорошо стало работать вашему мозгу. Когда он с порцией токсинов, которые пришли из вашего организма. Получил еще токсическую таблетку. Я не думаю, что мозгу от этого очень хорошо. И он мог бы приветствовать вас. Если бы мог бы разговаривать и показывать вам. Что ему нравится, а что нет. Да, головную боль он показывает. Мне нравится ему эта кровь. Поэтому делать нужно. Какие еще изменения могут быть? Ну вы знаете, система очищения крови. Когда нарушается работа главного фильтра печени. Как правило происходит застой желчи. А застой желчи это фактически первый шаг в желчекаменном болезни. И естественно это уже повод для хирурга удалить желчный пузырь из камня. Потому что как правило там есть воспалительный процесс. И хирург не будет щадить желчный пузырь. Он будет удалять его вместе с камнями. Когда перегружается выделительная способность почек. Ну это видно легко и просто. Когда почки работают с напряжением. Там как минимум лежит песочек. Или солевой диатез. Такой диагноз станет. Впереди он может выходить с обострениями цистита, простатита, уродрита. Без инфекций. То есть это просто индикатор того, что песочек вышел. В принципе с одной стороны это хорошо. Это говорит о том, что вы какое-то время перед этим вели более правильный образ жизни. Употребляли больше жидкости. Она просто промыла почки. И почкам стало хорошо. Если же песочек укрупнился в камушке, тут уже появляется риск. По одной простой причине, что к камню выйти уже сложнее, чем к песочке. Если камень где-то там застрянет, может возникнуть гидро инфроз почки. Вы можете потерять почку. А длительное носительство камней или песочков в почках приводит к тому, что там образуется автоматический воспалительный процесс. То есть пиелит, потом цистопиелит, когда периодически камушки или песочек выходят. Или пиеланифрит. А пиеланифрит это чемпион, это фактор номер один в развитии хронической почечной недостаточности. Поэтому перспектива не очень хорошая. Что еще вы видите, когда почки слабо очищают кровь? Вы видите автоматическое снижение мультета, заболевания суставов, артриты, артрозы, остеохондроз позвоночника. Вы видите узловой токсический зуб. Вы видите мастопатии. Вы видите снижение зрения. Вы видите раннее развитие атеросклероза сосудов. Вы видите повышение риска онкологических заболеваний. Потому что основные противоонкологические витамины А и Е. Они жиры растворены. И при застое желчи, когда печень плохо работает, автоматически повышается риск любой онкологии. А онкология это вторая причина смерти на Украине. Первая это сердечно-суистые заболевания. А вот такая токсичная кровь, она к чему приводит? Она увеличит вязкость крови. И любая сердечно-суистая система, будто самая крепкая, самая здоровая, либо уже скомпрометированная теми иными заболеваниями, она попадает под риск. Потому что вязкость крови испытывает ее возможности. Если человек в состоянии усталости, через не могу, пытается совершать физическую активность какую-то, он очень серьезно рискует. Причем вне зависимости от уровня подготовленности. Вы знаете, для человека с плохим сердцем, плохими сосудами, для него запредельные нагрузки. Может быть, ну скажем, пробежать там 20, 30, 200 метров, километров. Для человека хорошо физически подготовленного, точно такая же запредельная нагрузка будет, правда. Ну, пробежать 10, 20, 50, может быть 100 километров. Но все равно она запредельная. И вот тут вопрос, в чем вязкость крови исходная. Чем она выше, а она отражает количество токсинов в организме, тем хуже. Потому что физическая работоспособность, она снижается. Я думаю, что я вам уже достаточно много наговорил по поводу облысения. Что это такое, с чем его идёт. И как с этим бороться. И если вам реально нужно лечение облысения, вы хотите не просто увеличить на несколько волосин оволосения на голове, а вы хотите улучшить состояние волосяного покрова. А одновременно. И всего организма, убрав или минимизировав те болезни, которые у вас параллельно возникли, которые вы не связывали до сих пор с облысением. Вы видите мои контакты, вы легко можете по ним обратиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!